сегодня я думал чтобы такой вам рассказать чтобы максимально дать пользу и скажем так ну не особо чтобы презентация продающая чтобы она была контентная мясная и такая что ли максимально для вас полезная и я подумал что я расскажу вам инсайты от внедрения воронки на масштабе то есть есть определенные законы и правила когда воронка небольшая там типа 35 миллионов в месяц потом она видоизменяется к 10 миллионов месяц а когда уже там типа 68 там она уже начинает трещать по швам и она начинает работать немножко по-другому поэтому сегодня про это поговорим ну у нас группа компания аксель суммарно оборот 80 миллионов это четыре онлайн школы онлайн школа астрологии онлайн школа с высоцким бизнес-бустер акселератор онлайн школы онлайн школа писательства и они все работают примерно по похожей модели и мы сегодня эту модель разберем и сразу подписывайтесь на инстаграм на мой я дальше там в конце там определенный подарок какие есть нюансы воронки и как она у нас работает то есть мы работаем с автовебинарной воронка когда есть подписная страница и есть презентация которая запускается каждый день и там каждый день робот презентует и потом у тебя возникают продажи а кстати кто занимается образовалками здесь а кто у кого обычный бизнес такой традиционные товары ну я сегодня буду скажем так рассказывать про наши реалии образовательного бизнеса ну постараюсь как-то так чтобы было полезно и товарному тоже в общем автовебинарная воронка это гонится трафик на лендинг потом всеми возможными усилиями мы делаем так что люди появляются на онлайн презентации которая запускается но в разное время в зависимости от часовых поясов и я с этой воронкой вожусь достаточно давно и все эти инсайты которые я буду сегодня говорить они как бы персональные то есть это не значит что у вас по-другому не сработает это не значит что там это как бы только так работает и так далее то есть ну чтобы у вас было понимание что вот ну вот так вот можно как бы вот так вот получилось и мы крутили там вертели по-разному очень и первое вот что у меня так как бы щелкнуло в голове это я понял что ну вот во всех проектах которые я делаю у нас гораздо получается легче продавать если мы не делаем прослойку вот one time оффера и tripwire но это не потому что мы молодцы а потому что возможно как бы не получилось у нас просто мы стали людей сразу приглашать на вебинар без какой-то прослойки и это но не совсем по правилам по классическим потому что ну как бы надо человек там подогреть разогреть но мы поняли что существует вот эта некая проблема того что человек очень сильно расфокусирован и если сразу же его не привести на продающее мероприятие то ну можно его потерять вот и ну в нашей опять же модели в нашей системе мы приняли решение что мы вот на вебинар будем приглашать сразу же даже если человек ничего не слышал про нас ничего не знает мы его там не прогревали и так далее вот это такой был очень большой фундаментальный инсайт потому что это противоречит очень многим американским правилам очень много там другим правилам ну вот мы пошли вот по такой в каком смысле самобытной модели она у нас сработало второе то что я понял это мы но долгое время пытались по максимуму автоматизироваться то есть вот я думал что типа можно вообще без продавцов там и так далее потом как-то у меня это менялось и в итоге но к чему опять же я пришел к чему мы пришли когда вот мы строим проекты это то что ну мы строим гибридную модель то есть вот есть автоматизация автоматизация хорошо к автоматизации надо стремиться за ней там точно будущее но вот те реалии в которые мы работаем в которых мы работаем мы видим что вот автоматизация ее задача это прогреть понятно понятно что то есть мы как бы прогревать есть такая как влит да есть частица она заходит холодная она вас ничего не знает не понимает дальше мы ее всячески прогреваем подогреваем и делаем так чтобы она захотела купить ну как ее прогреть разные есть вещи можно там уроками можно вебинаром и так далее но когда мы начинаем относиться как авто как к автоворонке как к элементу прогрева и осознавая что это всего лишь элемент прогрева а не то что типа автоворонка даст нам сразу же продажи то это ну фундаментально меняет ощущение от воронки то есть одно дело ты ее там запилил и требуешь типа давайте продажи а другое дело ты ее запилил и ты осознаешь что она прогревает и дальше ты понимаешь что вот ну есть отдел продаж и на отдел продаж надо делать такое осознанное давление и по сути отдел продаж здесь является королем поэтому вот такой первый инсайт первый вывод ну наш лично опять же это то что подход гибридный то есть это человек плюс робот такое некое взаимодействие и человек на разных уровнях ну про это я сейчас тоже буду рассказывать и но опять же вот там сравнивая где-то там вот ну возврата денег без человека с человеком мы поняли что вот на опять же в нашем случае где-то там ну в два в три раза больше денег если подключаешь туда вот такую больше механистическую работу но дело ее системной второе системная компания то есть ну вот как-то можно вот как кажется что там автоворонки это вот такая история где-то может быть мало людей и там может быть мало людей и у меня есть друзья там вот нам разные мастер-майндов штаты ездим у них там вот фитнес воронка 40 миллионов долларов в год там три продукта подряд очень дешевые это все работает без людей то есть там купил одно докупаешь второе докупаешь 3 докупаешь 4 это приносит много денег у нас вот в тех моделях которые мы строили мы пришли к такому выводу что ну вот мы идем путем построения гибридной модели совмещая автоворонку с системной компанией системная компания это когда мы убьем все процессы на такие как бы ну на частицы на части и там ставим людей ответственных за этот процесс то есть системная компания означает что мы все равно подключаем людей и мы люди людьми создаем системные процессы то есть вот несмотря на то что онлайн бизнес он кажется что он такой вот как бы без особо большого количества людей но в частности образовалки мы понимаем что когда вот уже начинаешь выходить на масштаб все равно вот но люди нужны на разных процессах и то есть относиться к компании надо все равно как системе даже если используешь автоворонку мы считаем что ну вот в наших всех образовательных курсах и везде вот проект который мы делаем мы делаем только авто вебинарную воронку то есть я просто но лично я я не люблю вот уроковые воронки мне не нравится у меня не очень получаются я не вижу от них больших возвратов инвестиций вот мне нравятся авто вебинарные и у нас с авто вебинарных воронок получается сделать роми этого territorial marketing investment когда вот сколько денег вложил сколько достал где-то порядка там трех-четырех то есть мы считаем что это хорошо я и отдельно потом отвечу на вопросы там порядка трех-четырех то есть это достаточно много и вебинарная авто вебинарная воронка с одной стороны это в каком-то смысле некотором роде такое выжигание аудитории потому что шлешь много писем сразу же ты сразу же пытаешься человеку продать но за счет того что человек очень сильно расфокусирован сейчас ну как бы получается что по-другому ты можешь отсрочить платежи то есть ты можешь делать так что у тебя будут оплаты очень быстро там в течение первых двух недель ты можешь а те оплаты растянуть на три месяца но мы поняли что вот но наш некий выбор как компании был в том что мы делаем агрессивные продажи и мы стараемся сделать по максимуму продаж в минимальные сроки то есть мы научились делать так что вот как раньше мы делали длинные воронки там на 3-4 месяца иногда вот я на год расписывал воронку я просто для себя решил что я не хочу долгосрочно как соревноваться я хочу сделать вот такое интенсивное усилие потом в первые там две-три недели и это и обзвоны и это автоматические там и автоматические дозвоны и ручные дозвоны и sms сейчас про это уже скажу но ставка именно на такие агрессивные продажи и на агрессивный отдел продаж то есть в разрезе того что человек очень расфокусирован у него много очень разных воронок а когда ты делаешь вот такую ставку тебя начинает работать лучше то есть понятная идея да то есть есть два момента да то есть можно очень долго оберегать свою базу и стараться там никого не растерять чтобы люди не обиделись там и так далее это правильная стратегия в какой-то степени другая стратегия это быть более агрессивным и от тебя отваливаются те кто на тебя обижаются потому что ты слишком навязчивый ну вот мы приняли для себя решение как компания быть слишком навязчивыми потому что просто но люди очень сильно расфокусированы и но надо до них как-то достучаться тоже вот было таким прорывным для нас это когда мы поняли что же на самом деле является самым главным в авто вебинарной воронке и после этого но реально стали довольно быстро расти и стало получаться ну довольно быстро выстраивать компанию так что уже окупаемость сразу хорошая это когда мы поняли что в авто вебинарной воронке самое главное самое важное это чекин это прям вообще просто вынесло мозг когда мы это осознали чекин понятно что такое чекин это человек который дошел до самого авто вебинара то есть вот он подписался ему идет цепочка писем там всякие звончики так далее и вот он залогинился на вебинар он оставил там телефон и email и вот это является контакт который передается в отдел продаж и по сути то насколько выживательна компания определяется тем насколько хорошо ты можешь обрабатывать эти чекины ну как бы логика здесь такая что вот есть там сто процентов людей которые попали в email базу ли всего попали в базу и нам надо из этой базы вычленить людей которые наиболее заинтересованы поняту логика то есть и мы всячески пытаемся людей провоцировать что-то им присылаем смотрим и тот кто как-то проявляет активность мы его уже берем и начинаем с ним как-то работать главная идея и конечно но отдел продаж несмотря на то что то автоворонка до автоматизации так далее вот ну делаешь ставку на отдел продаж и реально получается компанию выстроить лучше хотя вот ну то есть я разный фокус и пробовал пробуешь делать фокус на ну как бы затрат в автоворонке это важно это хорошо это там получается но вот больше фокуса даешь отделу продаж то есть это как бы такой баланс наверное я бы сказал что 50 на 50 процентов автоворонка 50 процентов отдел продаж но многие кто переходит в онлайн-маркетинг они как бы начинают говорить что вот отдел продаж мне не нужен я хочу полностью автоматизироваться и так далее но на самом деле как бы ну блин тяжело без него вот этот инсайда это тоже вот когда ждешь что вот и запилил воронку и губ от вороночкой сгенери мне продажи и потом найти не генерит продажи ты расстраиваешься закрываешь компанию вот это вот типовая ошибка такая вот когда строишь эти автоворонки ты понимаешь что задача авто веба это прогреть и для меня еще был большой инсайд это то что ну с наших авто вебинаров вот которые у нас работают там в четырех компаниях у нас прошел авто вебинар и как вы думаете какой процент у нас людей которые там оставляют заявки у нас 0 процент да и я вот когда осознал что это ну нормально то есть ну конечно лучше если это будет больше но просто когда опускаешь много трафика у нас сейчас вот ну по акселератору где-то там от 12 до 14 миллионов в месяц мы тратим на трафик на рекламу ну всего где-то по четырем компаниям порядка 20 миллионов то есть но это достаточно много и когда вот на объемы выходишь там уже но на вебинаре случается что просто ну нету нету заявок нету каких-то конверсий но это не значит что лид не прогрелся то есть это не значит что если передать вот этих вот лидов в отдел продаж до среди них будет много тех кто там не смотрел например вебинар и тоже можно по этому поводу там плакать расстраиваться и так далее а можно просто осознавать что но на больших цифрах количество людей которые будут реально тратить время смотреть вебинар она сильно снижается и соответственно ты просто отдела продаж выстраиваешь механизм а что же делать если человек не смотрел вебинар да ему идет там ну повторная email цепочка писем там тоже автодозвонщики и так далее они пытаются его привести но в живую человек приводит и заставляет человека смотреть вебинар лучше чем робот и робот тоже хорошо но и живой человек тоже нужен поэтому как только мы осознали что автовебинар это не конверсионный элемент а прогревающий и стали относиться к нему таким образом очень много заморочек очень много всякой грусти и печали ушло соответственно потом дальше цель автоворонки опять же в нашем понимании цель автоворонки это максимально прогреть и собрать много контактов заинтересованных людей и сгенерировать вот эти входящие обращения чтобы люди писали в соцсети чтобы люди задавали вопросы чтобы люди что-то делали то есть ну вот в сторону компании они проявляли хоть какую-то активность и как только они проявили активность вот тут ты включается отдел продаж и начинает с этими людьми что-то делать то есть автоворонка она как бы провоцирует а потом уже живой человек он докручивает вот эта идея как только мы тоже осознали мы стали просто вот в письма вкладывать по максимуму разнообразных триггеров чтобы синициировать контакт чтобы люди захотели на что там спросить запросить там пришлите мне это там ответить на какой-то вопрос так далее вот эта идея понятно то есть вот такой танец робота и человека в каком смысле получается вот я очень верю что ну конечно будущее полностью за роботами но пока мы с роботами вместе танцуем наш принцип тоже который такой написан у нас в компании кровью и там кучей денег потерянных это работает не трогай то есть вот когда ты запилил какую-то воронку и она тебе приносит какой-то результат вот надо к ней относиться к этой воронке очень уважительно что вороночка спасибо тебе что ты принесла мне результат то пожалуйста вот ну работай дальше и менеджеры они очень активно пытаются ну и сам тоже человек я не знаю скорее всего вы тоже как я и пытайтесь что-то докрутить что-то это попробуем это попробуем это попробуем и когда-то очень много всего пробуешь то ты в какой-то момент теряешь то что реально работала и от этого очень больно то есть вот у тебя что-то там сработало ты что-то докрутил потом что ты еще опять докрутила вообще перестала все работать я очень много раз попадал в такие ситуации они очень болезненные поэтому вот у нас главное правило в компании это не навреди то есть вот мы например автовебинар меняем где-то раз в год новый как-то обновляем это там как-то большой опаской что не дай бог там что-то сломается перестанет работать перестанет конвертироваться тестирую сначала на маленьком трафике потом побольше потом еще больше еще больше еще больше еще больше так далее вот вот в таком ключе это работает очень хорошо и особенно работает не трогай если компания растет вот это тоже принцип который мы у себя исповедуем если компания показывает стабильный хотя бы небольшой ежемесячный рост это значит что ну в обороте это значит что ну компания работает хорошо то есть нормально и если даже еще автоворонка не работает совершенства на полную мощность надо быть благодарным за то что компания растет то что ну рост идет и если текущую бизнес-модель взять и резко поменять на другую можно легко просто остаться без работающей компании то что еще вот тоже интересно к примеру вот школе астрологии у нас 95 процентов продаж идут через мессенджер то есть вот ну через переписки а к примеру в акселераторе большая часть продаж идет через звонки и но я иногда задумываюсь типа ну вроде акселератор там побольше оборот на рп эффективнее а потом я думаю что ну в каждом проекте вот та модель при внедрении автоворонки которая получилась она вот какая-то такая уникальная и вот нету какой-то унифицированные такой модели автоворонки которые типа вот везде работают то есть где-то работает вот так а где-то работает вот так и почему вот непонятно почему то есть надо просто принять что вот везде как-то она немножко индивидуально поэтому когда вы будете внедрять скорее всего вас будут тоже какие-то свои индивидуальные элементы которые будут немного отличаться ну или там сильно отличаться от что в теории надо смотреть просто то что работает надо вот это ловить не трогать и вот прям укреплять в товоронке что-то постоянно ломается это же какая-то на наша личная боль такая постоянная то есть работает толпа людей на тем вот я знаете как себе представляю в товоронку просто как такой некий агрегат такой здоровенный у которого куча каких-то винтиков там разных ручек и вот какой-то винтик постоянно ломается из что-то такое вот ну постоянно где-то там пар перестает идти там что-то перестает как-то крутится и нужен постоянно ремонт не какой-то причем но ломаться могут разные элементы они как бы кажется такими очень банальными но с другой стороны желательно узнать все элементы которые могут сломаться и желательно еще и поставить человека который может проконтролировать что этот элемент не сломается например из тех элементов что чаще всего как-то где и бывают сбои это доходимость до вебинара. Ну вот Маша дальше вам там будет рассказывать, что влияет. Я сейчас тоже скажу, что мы для себя обнаружили. Ну понятно, да, что такое автовебинар, да, все поняли. То есть человек смотрит трансляцию такой робота, то есть проигрывается, которая регулярно каждый день. И надо, очень важно, что человек подписался, и его потом довести до этой трансляции, чтобы он ее посмотрел. Потому что, естественно, если ничего не делать, он ее смотреть не будет, поэтому надо с ним всячески поработать. И вот эта доходимость постоянно что-то в ней портится. То есть вот постоянно что-то такое вот надо делать. И мы в итоге поняли, что нужен отдельный человек, который будет работать только над доходимостью до автовеба. Вот прям вот реально один такой ответственный за вот эту вот такую всю зону. Ну и, соответственно, под ним какая-то команда, которая ему нужна, команда технорей. Ломаться может, например, еще там, ну рекламные кабинеты могут ломаться. То есть особенно, когда на больших бюджетах, ну, обязательно нужно иметь много рекламных кабинетов. Потому что их регулярно банят, там, перед запуском нового рекламного кабинета требует времени. То есть, ну, это вот такой процесс, он постоянный. Потом может сервер упасть из-за этого, там тоже что-то может произойти. Ты можешь не увидеть, что реклама там выросла в цене. То есть, ну, очень много элементов. И над каждым из этих элементов каждый день вот мы установили такую вот команду докрутчиков, которая каждый день там в 9 утра созваниваются. Это такие команды ремонтников, которые каждый день ремонтируют этот агрегат под названием автоворонка, смотрят, что в ней там изменилось и что можно сделать, чтобы сократить стоимость лида, улучшить конверсии, там и так далее. Над этим мое личное мнение, что, ну, надо прям работать каждый день. Что-то смотреть, улучшать, довнедрять, тестировать, там и так далее. И, с одной стороны, это работает агрегат, то есть он работает без участия человека. А, с другой стороны, вот, ну, все-таки во всех этих машинах что-то такое может постоянно сломаться. Следить за показателями надо каждый день. То есть, конечно, в автоворонке очень важна аналитика. И, ну, вот у нас, у меня есть ключевые показатели, за которыми я слежу. Но для меня самое важное — это стоимость чекина, то есть это стоимость человека, который дошел, собственно, до самого автовебинара, потому что это является ключевой заявкой для отдела продаж. Я постоянно смотрю, ну, то есть она постоянно растет, постоянно у нас совещание, что нужно сделать, чтобы она там так быстро не росла, потому что чем больше трафика вкачиваешь, тем дороже становятся показатели. То есть, к примеру, когда мы только начинали, ну, вот акселератор, у нас подписчик стоил где-то порядка 150 рублей. Сейчас уже на бюджетах он стоит 500. То есть, как бы, ну, соответственно, тебе приходится с этим работать. То есть, да, они дорожают. То есть, да, ты хочешь больше денег зарабатывать, ты больше денег вкачиваешь в рекламу, но у тебя все показатели дорожают, конверсии портятся. Если изначально конверсия подписной страницы у нас была где-то 50-60 процентов, то опять же сейчас на объеме она упала до 15. И это опять же, ну, это те реалии, с которыми приходится жить, потому что очень много разношерстной публике начинает приходить. Один смотрит, ему там это нравится, другой смотрит, ему это не нравится. Приходится там целевой аудитории разделять для одной, показывать одно, для другой другое. Ну, понимаете, да, такая работа? То есть, и здесь, соответственно, очень важно не профукать вот этот вот момент, когда ты наращиваешь трафик, наращиваешь объем, наращиваешь рекламу. Но когда ты живешь в идеологии автоворонки, ты понимаешь, что, ну, ты выстраиваешь что-то, что в какой-то момент ты можешь там в 5 раз увеличить объем трафика, затраты на рекламу, и ты ожидаешь, что у тебя также там раз в 5, а то и в 10 увеличится продажа. И, ну, как бы, ну, лично я так мыслю. То есть, я вот сажусь, я разрабатываю эту автоворонку, я создаю там команду, докручиваю, я ее дальше начинаю как-то тестировать на небольших показателях. Потом я начинаю тестировать и пробовать, вот еще больше вкинул, что получилось, еще больше вкинул, что получилось. И как-то вот так вот идет, вот, то есть ты смотришь на вот этот главный показатель, роме, это возврат маркетинговых инвестиций, чтобы был вот там 3-4 примерно, чтобы это нормально окупалось. Ну, понятная идея, да? То есть смотришь на маленьких бюджетах, потом пробуешь там раза в полтора его увеличить, смотришь, там что-то поменялось, не поменялось. Обычно показатели начинают скакать, ты там опять что-то там докрутил, улучшил воронку и опять попробовал два раза больше влить денег. Вот. Ну и такими темпами потихонечку получается воронку вырасти. Вот это тоже тема, которая в автоворонке у нас прикольно сработала и которая, ну, дала такой довольно сильный инсайт. Когда вы начинаете заливать трафик, вы не знаете, какое качество трафика у вас. И если вы делаете уроковую воронку, где потом там где-то будет продажа, и вы потом где-то там на седьмой день соберете заявки, и потом людей обзвоните, то есть вероятность того, что, ну, трафик придет не тот, некачественный. Да, one-time offer, конечно, там делает продажу, и получается, что там как-то можно это еще отследить, но мы пришли к тому, что на странице благодарности мы стали вешать анкеты, где просто у человека в лоб спрашиваем, скажи, вот, ну, есть обучение, оно стоит столько-то денег, оцени степень вообще готовности, насколько ты готов столько денег заплатить, то есть сколько ты денег зарабатываешь, какая у тебя профессия, какой возраст, ну, примерно вот так вот, то есть просто если это сформулировать как-то мягко, то можно в лоб задавать вот самые такие насущные вопросы. Ну, то есть вам же надо понимать, вот вы продаете продукт там за 100 тысяч, там за, ну, вот мы, например, там за 300 тысяч продаем, и нам надо понимать вообще человек, он как бы у него есть деньги на то, чтобы это купить, или нет денег. А в астрологии мы, к примеру, поняли, что, ну, у нас не так важно, сколько человек зарабатывает, потому что у нас, ну, люди покупают, даже вне зависимости от заработка, а как нам важна его вот, ну, глубина и погруженность в астрологию, то есть это как-то больше влияет. И поэтому вот эти вот анкеты и обратная связь от отдела продаж, они очень сильно помогают. Понятно, как это выглядит? Или не очень? Непонятно, да? То есть человек регистрировается, подписывается, и потом дальше на странице благодарности у него идет просто вопрос там, пожалуйста, там напишите примерно, какой у вас уровень дохода. И там дальше 4 или там 5 возможных вариантов выбора, там от 10 до 30 тысяч рублей, от 30 до 60, от 60 до 80, там и так далее. И он просто выбирает такой кружочек. И это все данные из анкеты у вас выпадают, ну, куда-то там, в какую-то базу данных. И ты потом сидишь, анализируешь, вот трафик из Фейсбука, вот такое это качество, трафик из ВКонтакте, вот такое это качество. Понятно теперь? То есть, ну, получается, что у вас обратная связь от рекламы очень быстрая. То есть, в отличие от того, что ты ждешь там долго в автоворонке какой-то уроковой, здесь вот максимально быстро. И если ты куда-то не туда начал вкладывать деньги, ты можешь быстро сказать, что там какой-то канал надо отрубить. Вот это вот такая важная история. И обратная связь от отдела продаж. То есть тоже каждый день отдел продаж дает обратную связь. Качественный трафик, некачественный, качественный, некачественный. Ну, когда ты вкладываешь там по полмиллиону рублей в день, то для тебя это становится критично важно. То есть, если он чуть-чуть там ошибется, не туда начнет лить, то у тебя как бы можно уйти в неприкольные такие минуса. Про это я говорил, что должен быть ответственный, который работает над повышением доходимости до вебинара. И ее, конечно же, надо жестко контролировать, потому что, ну, вот она постоянно как-то в таком плавающем состоянии. То там может 40 быть, то потом 50, потом может упасть на 15. Ну, и как-то в таком тоже находишься с ней в каком-то танце и постоянно-постоянно докручиваешь, постоянно-постоянно улучшаешь. Тоже как бизнес-процесс отдельный в компании это повышать доходимость до вебинара. Иначе как бы если ничего не делать, вот такое ощущение тоже, что просто сделай раз, ничего не делаешь, то оно как-то начинает стабильно почему-то падать. То есть постоянно что-то надо делать, чтобы она росла. Ну, из того, что мы делаем для того, чтобы поднять доходимость, ну, для нас это такая сильная тоже заморочка, ну, потому что, ну, понимаете, да, когда у тебя на объемах у тебя небольшое, небольшая разница в конверсии, у тебя довольно серьезно влияет на стоимость заявки и на твою чистую прибыль. Понятно, да, то, что, ну, очень важно, когда там буквально разница там в 2-3 процента конверсии, ты уже это очень сильно чувствуешь. И, соответственно, что мы стали делать? Мы стали просто использовать все, что только можно. Это e-mail письма, это потом человек подписывается на чат-бот, ему во Вконтакте, там, если он там просит через Вконтакте, там, какие-то сообщения получать, там, если просит через Фейсбук, то через Фейсбук, это там пуш-уведомления, то есть, ну, это все возможные способы, там, про которые Маша будет говорить. И то, что у нас на этом этапе тоже прикольно очень сработало, это когда стоит, сидят, точнее, живые звонильщики. То есть задача людей, как только человек сразу подписывается, ему сразу звонит живой человек, говорит там спасибо, либо там, ну, то есть, знакомится как-то определенным образом. И потом, ну, у нас где-то порядка двух прозвонов до вебинара вживую, где еще отдельно презентуется, зачем человек должен прийти на вебинар. И параллельно к этому еще и автопрозвонщик. То есть и автопрозвонщик, и вживую ему звонят для того, чтобы рассказать, а что же будет на автовебинаре. Соответственно, ну, есть тогда хоть какая-то надежда, что человек это прослушает, человек поймет, что там будет, ему как-то, ну, понравится, и он реально захочет к нам прийти. Потому что, ну, сейчас огромная конкуренция, куча людей делает то же самое, поэтому, ну, вот, как только можно, мы стараемся с людьми вот установить контакт. И ты устанавливаешь с ними контакт любыми способами, то есть всеми возможными. И через e-mail, и через чат-боты, и через переписки, и через живые звонки, и через автозвонки, и через смс-ки. То есть любой способ, как можно там наладить коммуникацию, он, ну, в итоге работает. Ключевой показатель, на который мы ориентируемся, это ROMI. То есть мы не смотрим зачастую конверсии. Мы, ну, как бы обращаем на них внимание, но понимаем, что на объемах все это сильно падает. Но то, на что мы реально смотрим, это, ну, вот для меня лично ключевое, это чтобы из месяца в месяц у меня рос оборот и прибыль. То есть это ключевое для компании, ключевое для сотрудников, и ключевое, что я понимаю, что автоворонка работает. И если этот тренд есть, то я понимаю, что все нормально. То есть иногда показатели автоворонки, то есть с точки зрения конверсии, могут быть не очень хорошие. Но ROMI нормальный, ROMI там 3-4. То есть еще раз, ROMI это сколько денег мы заработали, поделить на сколько денег мы потратили на рекламу. Если он где-то там 3-4, и показатели постоянно улучшаются, постоянно растут, то я понимаю, что это нормально. И вот иногда бывает, что ROMI там падает там до двух, ну, то есть вот ты создаешь новую компанию, и у тебя, ну, как бы по чуть-чуть они улучшаются. Но виден тренд. И когда тренд есть, я вот воспринимаю автоворонку как некий такой шарик, который вот, ну, ты покатил, агрегат работает, машина работает, и если есть тренды положительные по показателям, я понимаю, что все хорошо. Мы делали, продюсировали Сергея Бадюка еще очень давно, и я тогда вот получил конверсию на лэнде на объеме там 5%. Я думаю, блин, как-то жестко 5%, но во всяком случае трафика много, трафик нормальной цены, он неплохо конвертируется, и я помню, я принял тогда решение, что ну, как бы и хрен с ним. Пусть будет 5%, это мало, потом как-нибудь докрутим. И я вот тоже понял, что, ну, для нас, вот, когда выстраиваешь такую вот машину, ну, в виде вот автоворонки, ты не стараешься сделать все показатели идеальными. То есть если вот целиться в такую идеальность, то можно никогда не запуститься, никогда компанию не сделать. Но ты запустился, ты смотришь, что Роми нормальный. Пускай все показатели не очень, но Роми нормальный, и Роми он улучшается. И если такое есть, то мы потихоньку просто понимаем, что ну вот надо чуть улучшить конверсию лэнда, надо там улучшить доходимость до вебинара, надо улучшить там работу менеджеров. И ты просто воспринимаешь работу над автоворонкой не как что-то такое, что типа там может получиться, или может не получиться, или типа вот там нужен какой-то еще один эксперт там в докрутке автоворонки. Ты понимаешь, что это просто ну некая работа такая. То есть у тебя есть методы, как увеличить конверсию лэнда. У тебя Есть методы, как увеличить доходимость до вебинара. Есть методы, как там лучше обрабатывать людей. И ты просто работаешь потихонечку над каждым из показателей. И если показатель не очень, то ты просто смотришь. Роме нормальный, Роме окей, значит компания живет, все хорошо, идем дальше. Да, про это я говорил, что на автовебинаре может не быть ни одной заявки. Это такой был довольно сильный инсайт. E-mail маркетинг бог. До сих пор мы приглашали, это опять же наш личный опыт, как-то у кого-то может это работать, но мы приглашали много разных консультантов в компанию и просили их внедрить нам чат-бот-мессенджеры. Кто с ними работает, интересно, из вас. И вот на объеме не получилось выдержать хороших конверсий и хороших показателей, хотя бы таких же, как e-mail маркетинг. То есть он как-то где-то есть встроенный, вот эти вот чат-боты, в самом конце, то есть там человек подписывается, потом там есть анкета, которая там замеряет, насколько трафик качественный, потом оставляет человек телефон, и потом только призыв подписаться на чат-боты. И я как-то вот для себя пока что, это мое такое временное решение, у нас вот на объемах не получилось сделать так, чтобы чат-бот работал хорошо, поэтому один из моих таких выводов, и я вижу, что те люди, кто гонят много трафика, тоже вот они со мной согласны, что все-таки e-mail маркетинг, он как бы такой король покажет все еще. Несмотря на то, что там цифры падают, попадаешь регулярно в спам. И это, кстати, тоже один из таких инсайтов, что должен быть отдельно прописанный бизнес-процесс, что делать, если ты попал в спам. Потому что ты автоворонку запустил, у тебя продавцы работают, трафик льется, но это абсолютно стандартная процедура, это попадание писем в спам. И должен быть такой тоже стандартный процесс в компании, что делать, если ты попал в спам. Кто попадал когда-либо в спам? Интересно. Да, все попадали. То есть это… Кто оттуда выбрался? Кто выжил после спама? Надо касаться человека везде. Ну, тоже стараемся общаться где только можно. То есть кому-то нравится одно, кому-то нравится другое, кому-то нравится третье. И опять же, в зависимости от целевой аудитории, в зависимости от компании. Как я проводил пример уже, в астрологии это больше переписка ВКонтакте через мессенджер эксперта, а в акселераторе это больше живые звонки. И в переписках, ну, единственная цель переписки, которая ставится у нас, это вытащить телефон у человека, телефон передать в отдел продаж, в отдел продаж, и в отделе продаж уже как-то совершить конверсию. Ну, тоже вот такой инсайт автоворонки, это когда начинаешь вот наращивать объемы, у тебя падают, соответственно, цифры конверсии, у тебя возрастает стоимость лида. И вот что здесь можно делать? То есть конверсия улучшается и за счет того, что ты лучше используешь технологию продажи, но еще за счет того, что ты в пиар деньги вкладываешь. Ну, и не только деньги, то есть ты выстраиваешь команду, которая занимается пиаром. Вот у нас пиара достаточно сейчас много, он прикольно выстроен. И вот, к примеру, достаточно легкие вещи, как, например, компанию ориентировать рядом со звездами. То есть звезды достаточно легко пригласить, чтобы они что-то поделали там с вашим продуктом. И это улучшает конверсию. То есть это делает конверсии автоворонки выше, потому что вы начинаете просто на фоне абсолютно одинаковых там других компаний ну, хоть как-то выделяться. Аналитика. Вот здесь это такая, ну, вот наша личная боль, потому что вот на объемах где-то там до 10, до 15 миллионов на автоворонке получается, ну, нормально аналитику выстроить. То есть она работает, ты можешь замерить разные источники, у тебя там все хорошо работает. Дальше вот, когда ты прыгаешь выше, у тебя получается так, что огромный процент неизвестных. Ну, это вот у нас так, во всяком случае, в компании. Мы опять же приглашаем кучу разных консультантов, у нас отдельно работает команда, мы разрабатывали для себя скрипты, и тоже отдельно выстроили отдел, который работает вот, ну, чисто над аналитикой. Я помню, когда я только разгонялся, из-за того, что я иногда там, ну, то есть ты выстроил автоворонку, и в принципе, когда у тебя оборот там небольшой, там 3-5 миллионов, ну, ты можешь сильно много внимания компании не уделять. А потом, когда ты разгоняешься, то, ну, ты можешь тоже не уделять, но у тебя как бы показатели начали разрушаться. И ты уже потом как бы автоворонка, вот когда ты поставил людей на ключевые позиции, контролировать там доходимость, контролировать там конверсию лэнда, конверсию вебинара, ну, вот тогда получается более-менее стабильно. А сначала вот, ну, постоянно было так, что типа что-то упало, где-то что-то непонятно, почему упало, вроде было там много, а теперь стало мало там, ну, чекинов. И вроде конверсия была нормальная, а теперь она ненормальная. И как бы эта тема, она постоянно возникает. И поэтому мы просто пришли к тому, что, ну, стали строить отдельное отдел аналитики, который постоянно смотрит и там думает, как докрутить разные какие-то элементы автоворонки. Поэтому, ну, вот такая метафора с каким-то таким чудо-агрегатом автоворонкой, ну, вот она реальная. То есть там постоянно вот что-то такое надо докручивать, что-то надо улучшать. Техника три бегуна. Это то, что тоже прикольно сработало у нас вот в автоворонках. Это когда мы внедрили соревновательную тему с прошлым месяцем и с позапрошлым месяцем. То есть вот на текущую дату мне каждый день присылают. Это на самом деле для меня является ключевой такой статистикой, на которую я каждый день смотрю. Если что-то с ней не так, то я начинаю как-то, ну, волноваться, тревожиться. И это вот, ну, я считаю, что это идеальный способ контролировать автоворонку. То есть ты смотришь, что вот на текущий день у тебя зашло там, ну, не знаю, сколько там, типа 40 миллионов. И смотришь, а вот на текущий день прошлого месяца у тебя зашло типа там 42 миллиона. Ты отстаешь от прошлого месяца на 2 миллиона. А от позапрошлого ты там, например, отстаешь там на миллион. И ты понимаешь, что, ну, как бы надо поднажать, надо улучшать свои показатели. И по такой валовой прибыли, то есть доход минус затраты на рекламу, затраты на маркетинг, ты, например, тоже отстаешь. Там отстаешь там на миллион или отстаешь на 2. И вся компания, она заточена на то, чтобы опережать. Опережать предыдущий месяц, опережать позапрошлый месяц. И это, ну, ее главная статистика. То есть, ну, вот эта идея понятна? То есть, вот в самом начале, когда мы это внедряем, то есть ты запилил автоворонку, ты ее запустил, смотришь там, как все конвертируется, у тебя возникает, начинает какая-то прибыль. И ты дальше смотришь. Вот у тебя пошел, например, второй месяц автоворонки. И ты смотришь не на то, что ты уже там сделал кучу миллионов, а ты смотришь, обгоняешь ли ты себя по показателям вот в прошлом месяце. Вот у нас то же самое. Приходят ребята к нам обучаться, и они сразу думают, что вот сейчас там сразу там типа 5 миллионов будет, 10 миллионов. А это отношение, оно такое как бы, ну, неправильное что ли. То есть ты сразу ждешь, что будет очень много денег. Но главная задача вот при построении автоворонок – это быть лучше, чем ты сделал в прошлом месяце. То есть ты смотришь, если показатели растут по сравнению с предыдущими периодами, ну, конечно, желательно замерять там понедельно, то это уже тогда большой прогресс. И, соответственно, ну, к примеру, вот школу астрологии автоворонку я запускал уже имея довольно большой опыт. Но там типа в первый месяц у меня было там 2 продажи, во второй месяц там 5 продаж, в третий месяц там уже 15. И я очень легко к этому относился, потому что я знал, что моя задача вот этот вот, ну, то есть я представляю автоворонку вот еще раз как шар. То есть ты шар толкнул, запустил там эти показатели, показатели у тебя все есть, он потихонечку вот так вот катится. И ты просто внедряешь какие-то разнообразные элементы, да, то есть ты сделал какой-то базовый набор для доходимости до вебинара. И ты потом, ну, не внедрил туда автопрозвонщика, например, и не внедрил туда там живого человека на дозвон. И ты понимаешь, что это еще определенная перспектива. И ты вот во второй месяц это внедрил, у тебя показатели выросли. И ты понимаешь, что вот во второй месяц я сделаю больше, а в третьем месяце я сделаю больше, в четвертом месте я сделаю больше. И когда вот, ну, ты идешь с таким отношением, то автоворонка не становится чем-то таким сложным. Ты понимаешь, что у тебя есть четкая инструкция, что нужно делать на каждом шаге для того, чтобы у тебя компания выросла. И ты как бы принимаешь вот этот вот метод постепенного такого роста, обгоняя сам себя. Эта техника, я честно считаю, что она является одной из ключевых вот в ведении бизнеса сейчас. То есть это то, что вот реально собственник должен контролировать. То есть каждый день, чтобы обгонять самого себя. Все остальное можно практически не контролировать. Вот у меня бывают там недели, когда я могу там где-то путешествовать, или когда я там просто неделю безвылазно там хожу на обучение. Но то, что я смотрю каждый день, это я смотрю за тем, чтобы вот мы обгоняли прошлый месяц. И вот у нас за последние там, наверное, несколько лет мы проседали, наверное, раза три. То есть вот просто вот команда, она заточена, и твое собственное мышление на то, чтобы обогнать предыдущий месяц хотя бы чуть-чуть. И тогда вот внедрение вот этих вот элементов автоворонки, оно становится чем-то, что ты легко делаешь. Вот этот тоже инсайт такой был довольно для меня мощный. Это когда мы стали тестировать, а сколько же максимально можно продавать через автовебинарную воронку. И мы попробовали там типа 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч продается, 500 тысяч продается, миллион продается, полтора миллиона продается. И самое большое, вот что мы сейчас продали через воронку, через автовебинар, это на 3,5 миллиона рублей. И когда я увидел, что через автовебинарные воронки продаются там квартиры, вот мой друг там, он продает виллы в Таиланде через автовебинарную воронку, я понял, что автовебинар просто это настолько мощный инструмент, что продавать можно ну реально все, что угодно. То есть этот инструмент, он точно недооценен, он точно в моем понимании, он просто лучший инструмент интернет-маркетинга вообще вот среди всех, что есть. С ним точно мало кто умеет нормально обращаться. И вот можно продавать сложные продукты на высокие чеки. К примеру, вот вебинар акселератора, который крутился год, который нам где-то полмиллиарда принес, он шел, как вы думаете, сколько часов? Три часа, четыре, пять с половиной часов. То есть это достаточно много. Но и продает он, соответственно, высокие чеки. Сейчас мы сели, мы подумали, так, надо там, как же так, вот люди там слушают пять с половиной часов, надо что-то сделать, надо его изменить, надо его улучшить, надо его там переписать, надо, чтобы он был там два часа. Мы сели, там, сделали короткую презентацию, поднатужились. Как вы думаете, сколько у нас получилось? У нас получилось где-то четыре с половиной часа. И мы потом просто как-то смирились, и мы поняли, что задача автовебинара – это как бы комплексно раскрыть идею. То есть человека вдохновить идеей, его вовлечь, дать ему какие-то, ну, понять основные преимущества, выгоды, ценности. И если это сделать хорошо, то можно продавать и на три с половиной миллиона рублей. Как вот тестировать, да, более высокие чеки? Ты просто смотришь, ну, как бы добавляешь его и опускаешь трафик. То есть на трафике, ну, как бы, если ты начинаешь с высокого чека, ну, окей, там, может быть, никто не купит. А вдруг кто-то купит? И вот таким методом, а вдруг кто-то купит, мы просто стали наращивать, ну, как бы, объем ценности. Ну, естественно, деньги – это, ну, ты, как бы, платишь деньги за ценность определенную. Естественно, ты в более крутые пакеты ты добавляешь еще больше ценности. Но то, что это возможно, то, что… Ну, у нас же нет физического офиса. То есть мы, как бы, продаем, но у нас нет офиса. То есть у нас некуда приехать. У нас люди иногда жалуются, говорят, что вот там, типа, я вот так уже привык, там куда-то можно приехать, хоть пообщаться, человека потрогать. А у вас вот даже офиса нет. Мы говорим, ну, да, нет офиса. Ну, ладно, я покупаю все равно. И это очень прикольно. То есть это как-то сломало нам самим какие-то шаблоны. То есть мы много раз задумывались, а может, офис делать. Все равно уже команда довольно большая. Если брать Excel, там, это где-то 120 человек. Если брать там все проекты, я не знаю, это, наверное, может, 170 человек где-то. То есть, ну, это довольно много. То есть их можно посадить где-то, и, наверное, будет им прикольно, и, наверное, эффективность будет выше. Но у нас вот получается, нам прикольно, продажи есть, люди покупают напрямую с вебинара, общаясь просто с менеджером по телефону. То есть вот мы своим примером доказываем, что это возможно. И я думаю, что вне зависимости от того, какой товар или услугу вы продаете, вы тоже можете продавать дорого, и тоже можете продавать через вебинары. Но опять же система такая, она как бы комплексная. Сейчас. И мне кажется, что вот, ну, если целишься прям вот в высокие чеки пойти, то, конечно, ну, за счет чего-то вот доверие с аудиторией надо выстраивать. И вот пиарные какие-то моменты, пиарные темы, они вот здесь очень сильно помогают. Бонус, как я обещал, это можете написать мне в Instagram, и пришлем вам вот тот вебинар, который сделал полмиллиарда. Можете посмотреть сейчас. Можете его замоделировать под разные ниши. То есть у нас так люди делают. Такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как происходит запись автовебинара? Я правильно понимаю, что вы сначала делаете продающий вебинар, и в последующем у людей, которые приходят на автовебинар, появляется иллюзия того, что они как бы в настоящем вебинаре. И вообще предупреждаете ли вы своих посетителей о том, что это запись? Мы в конце автовебинара рассказываем, что это автовебинар. И обычно люди очень нормально на это реагируют. Бывает какой-то иногда, что люди пишут, вот, я так и знал, мы говорим, да. Ну и все покупают. То есть человек как бы это не останавливает от покупки. Иногда такие разоблачительки, но опять же это от покупки не останавливает. То есть я не заметил какое-то влияние. Сделать полноценное, такое прозрачное, что типа изначально говорили, что это запись, это скорее у нас в планах, но мы пока это не сделали. Живость автовебинара мы воспроизводим тем, что сидит живой консультант, который в чате вживую отвечает на вопросы. Можно сесть и записать, например, в Бизоне все. У Бизона есть там свои определенные нюансы. И вот очень долго мы наработали на системе такой, она, конечно, совсем не идеальная, но с точки зрения того результативности и денег, которые она дает, мы работали просто с сидит менеджер, который вручную каждый вечер запускает вживую хэнгаут, трансляцию, и она транслируется. Соответственно, ну почему так мы к этому пришли? Ну это сейчас мы не так делаем, но вот очень долго мы так делали. Потому что вот у Бизона очень много проблем разнообразных, там типа на мобильниках, на каких-то запускается, на каких-то не запускается, потом какие-то глюки возникают. И так вот у очень многих платформ. Когда ты льешь много трафика, тебе не хочется терять даже чуть-чуть. Поэтому в итоге мы вот как-то стали так даже делать отдельного менеджера. Но для вас самый простой метод, пока что на небольших бюджетах, это вот Бизон, мне кажется, это вот самое простое. Провел вебинар, сделал там классный. И может быть, ну мне кажется, классный вебинар можно сделать там с пятой-седьмой попытки. У меня более локальные вопросы, тем не менее. Скажите, вы как-то замеряете, сколько приходит к вам на автовебинар людей и смотрят, вернее, версию с мобильного телефона, сколько с компьютера? И завис ли от этого, как вы приводите трафик? Вот я помню, я в этом в Лос-Анджелесе познакомился с Майком Кенигсом. Это вот автор вебинар джема. Это вот вебинарная платформа, на которой сидят там все крутые западные интернет-маркетинг ребята. И он говорит, что вот мы специально пишем в письмах, что приходите, смотрите с компа, там с телефона нельзя и так далее. Потому что типа с телефона люди мало смотрят, плохо смотрят, отвлекаются и так далее. Я как-то подумал, ну, наверное, это так. А потом мы просто сделали АБ-тест. То есть мы взяли и убрали просто возможность смотреть с телефона, написали в письмах, что смотреть только с компьютера. И у нас продажи упали раза в три. После этого мы поняли, что с мобильных телефонов, пускай он, может быть, не смотрит так вовлеченно, пускай, может быть, там, как бы, что-то он, может быть, не так долго смотрит. Но во всяком случае он смотрит. И вот я тоже хочу это отметить, что интересно, что в автовебинарной воронке, ну, особенно когда на объемах, вот процент людей, которые реально смотрят автовебинар, он будет снижаться. Это отдельная задача, чтобы увеличивать вовлеченность. Но здесь, опять же, включается отдел продаж, который по телефону рассказывает людям уже в диалоге, зачем им все-таки надо посмотреть этот вебинар, ну, там, что, какая выгода у них будет. То есть они повторно человека отправляют на автовебинар. Или, например, вот так вот в нашем случае мы говорим, что, ну, вот, ладно, не хочешь смотреть, там, хрен с тобой, вот, там, посмотри с такой-то минуты по такую-то минуту, будет вот такая-такая-такая мысль, посмотри с такой-то минуты по такую-то минуту, вот будет такая-такая-такая-такая-то мысль, это все, что тебе нужно. И еще мы сделали, там, для тех, кто даже так не хочет смотреть, мы говорим, что, ну, ладно, там, окей, ты совсем лентяй какой-то, вот на тебе видео, видео, там, 15 минут, и там вкратце весь, там, пятичасовой автовеб за 15 минут. у вас еще был слайд что авто вебинарная воронка может продавать на большие чеки но при этом до этого был слайд что задача авто вебинара это прогрев все-таки продажа это авто вебинар прогревает на авто вебинаре вы потом ждете в конце продажу и дожимает эту большую продажу но иногда отдел продаж у него есть какие-то дополнительные видео где он может еще там показать кейсы вот я что понял что то есть после простроил авто вебинарную воронку очень важным элементом особенно который продает на большие чеки являются успешные клиенты которые дали какой-то хороший развернутый отзыв но и это все хорошие съемки ну как то чтобы это вызывало доверие вот это очень сильный инструмент отдела продаж помимо там видео записанные на каждое потенциальное возражение ну или там текста последний вопрос можно по поводу команды вы говорили что у вас на какой-то там ключевую задачу допустим есть целая команда или человек это какие-то очевидные команды например отдел продаж да просто меня удивило что у вас команда или человек который отвечает за доходимость вебинара это же не совсем очевидная как бы такая задача куда нужно отдельную команду то есть вы просто для себя правильно ли я понимаю вы для себя определяете факторы которые будут важными и конкретно найти доходимость просто учитывая что для нас ключевая заявка в отдел продаж который передается это чекин то есть от человека дошел до вебинар соответственно если у меня доходимость будет там 15 процентов или 30 процентов для меня это как бы ну два раза съедает прибыль все даже небольшие проценты уже дают определенную выгоду и поэтому и эта штука постоянно ломается и поэтому но для нас выгоднее просто чтобы постоянно сидел человек на докрутке всей этой темы ладно друзья похлопайте как вам понравилось